Милан. Ворота защищает Кристиан Объятие. У него 18-й номер. В обороне справа налево. 22-й Контра, 5-й Костакурта, 25-й Рокки Жуниор, 16-й Шамот. Полузащита. 8-й Гаттуза, 4-й Альбертини, 13-й Каладзе, 10-й Руйкошта, 2 нападающих, 14-й номер Хосе Мари и 7-й номер Андрей Шевченко. Главный тренер команды Карло Анчелотти. Интер. Ворота защищает Франческо Тольдо под первым номером. В обороне опять-таки справа налево. 4-й Хавьер Дзанетти, капитан команды. 2-й Кордоба, 23-й Матераци, 24-й Грешко. Полузащита, 20-й номер Рекоба, 6-й Кристиан Дзанетти, 14-й Дибьяджо, 10-й Зейдорф. И 2 нападающих, 32-й номер Вьере, 78-й номер Никола Вентула, который в последнее время очень неплохо играет. Ну, так же, как Альваро Рекоба, футболисты не имели места в основном составе с начала чемпионата. Но вот сейчас Эктор Купер стал им доверять все больше и больше. В общем, практически в оптимальном составе Интер. Травмированных, за исключением Рональда, серьезно травмированных лидеров нет. О Рональде я вам расскажу чуточку попозже, в каком-то состоянии, что с ним происходит. Вентула набрал форму, постоянно выходит в стартовом составе в последних матчах. Это Рокки Джуниор попал в лицо Вентуле мячом. Небольшая пауза в самом начале игры. У Милана проблем с составом гораздо больше. Отсутствует, в частности, капитан и лидер Пауло Мальдини. У него проблемы с коленями. А вот приятная новость для поклонников Милана заключается в том, что Пипо Индзаги после тяжелейшей травмы также коленного сустава поправился. И не исключено, что уже в ближайшем матче против Болонии Пипо Индзаги будет включен в заявку своей команды. Сложно сказать, сумеет ли он быть и на поле в Болонии. Но это мы узнаем, когда наступит время того матча. Пока все. Внимание к 249-му, по мнению газеты «Делоспорт», дерби. Другие источники итальянские называли цифр 250. Первое дерби. История этих матчей уходит в начало 20 века. В 1908 году впервые команда провели матч между собой. Причем игрался он не в Милане, а в швейцарском городе Кьяссо в итальянской Швейцарии. Но это совсем недалеко от Миланы. И вот в том первом матче 18 октября 1908 года победу одержал Милан со счетом 2-1. С тех пор команды в чемпионате Италии провели 157 матчей. И преимущество небольшое у Интера. 56 побед. 50 побед у Милана. 51 матч завершился в ничью. Вот такова история этих встреч. И не умудрено, что в каждой следующей встрече внимание всего Милана приковано к игре между двумя главными командами этого города. Причем непонятно какая команда более главная. Поклонники есть и у тех и у других. Посмотрим на штрафной в исполнении Альваро Рекобе. Слева ноги он может пробить и с такой дистанции. Неплохой удар, но для Объятий это лишь легкая разминка. Объятий, по-моему, изменил немножечко прическу. Если нам покажут его крупным планом. Но уже в таком виде он довольно давно играет. Практически наголо постригся Кристиан Объятий. Галкипер Милана. Что сегодня происходило на полях Италии? Матч Парма-Кьево был перенесен в связи с трагедией и с гибелью футболиста Кьево. По понятным причинам игра отложена и дата проведения этой встречи будет определена чуть позднее. Лидеры сегодня Ювентус обыграл Болонию со счетом 2-1. Причем абсолютно равный ничейный был матч. И на 87-й минуте в свои ворота нелепейший гол забил защитник Болони Тарантино. Уловой подает Милан. Пас в сторону Шевченко. Луиджи Дибьяджи уже не первую неделю. Ну вот это господа премьер-министр Италии Берлускони. И вот господин совсем без волос это Адриано Галиани. О том, что происходит в Милане с президентским креслом. Обязательно я вам расскажу по ходу трансляции. Ну, давайте сначала окунемся в футбол. А всякие истории отложим на потом. Если, так сказать, игра не будет нас слишком уж увлекать. Как будет складываться матч предсказать очень сложно. Ну, с такой точки зрения эстетики. То, что будет борьба на каждом участке поля за каждый мяч это очевидно. Красива ли получится эта игра. Я сказать не берусь. Давайте будем следить за действиями футболистов. Еще один претендент на скудептор Рома потеряла очки в Летче. 1-1. Ничья. И у Интера есть сегодня возможность в случае победы стать вновь единоличным лидером итальянского чемпионата. И другие результаты. Латсу обыграл Венецию 4-2. Хет-трик Креспу сделал. Брэшер Пьяченца 2-2. Перуджи Торино 2-0. У Динеза Аталанта 1-2. И Верона проиграла в Фиорентине 1-2. Нигматолин опять, к сожалению, большому остался в запасе. Не играл. Ворота защищал. Феррон. Таким образом, в турнирной таблице. Ювентус на данный момент лидер 51 очко. У Ромы 50. Интер 3-й 49 очков. Милан 6-й 38 очков. Если Интер выигрывает, набирает 52, становится лидером. Если выигрывает Милан, то Милан достает Болонию и делит с ней 4-е место. Правда, еще в запасе игра у Кьево. Милан борется за путевку в Кубок в Лигу чемпионов. 4-е место дает такое право. Ну и остается еще уповать поклонникам Милана на удачный результат в Кубке УЕФА. Безобразную, по мнению всех видевших эту встречу, игру провел Милан Бентула. Опасный момент. Входит в штрафную площадь. Рокки Жуниор очень уверенно сыграл в подкате. Не позволил Бентуле опасно пробить поворотом. Чуть поострее Интер на первых минутах. Как и коллазовать. Неудачный пас. Но Рокки Жуниор до мяча добрался. Пока у Милана не получается организовать какие-то конструктивные действия на чужой половине поля. Вот Гаттузо пасует вперед. Шева набирает ход. Но там выскочил, по-моему, решил не выходить из ворот Тольду. И Иван Кордуба сегодня будет действовать, наверное, почаще против Андрея Шевченко. Андрей Шевченко любит атаковать из левой зоны. А как раз за нее отвечает Иван Кордуба. В паре с ним сегодня, ну как и во многих других матчах, новобранец Интера Марко Матерацци, перешедший из Перуджи. Ну вот, персональная опека, как вы знаете, в Италии не применяется. Зонный принцип обороны. Так что, под кого чаще будет попадать Шевченко, по позиции тому и придется противостоять украинскому форварду. Но, повторяю, поскольку Хосе Мари больше склонен действовать из правой зоны, видимо, основная нагрузка выпадет на плечи Ивана Кордуба. Подача в штрафную площадь, как раз в сторону Хосе Мари. Ну что ж, и Милан огрызнулся двумя опасными атаками, пока воодушевляет темп, с которым команды взялись за дело. И уже по острой атаке организовали и та, и другая команда. Милан провел очень невразумительный матч против голландской роды в кубке УЕФА. Вот здесь же на Сан-Сиро пропустив гол в начале матча, лишь по пенальти сумев одолеть голландцев. Волна, мощная волна критики в очередной раз захлестнула команду Карлу Анчелотти, которую очень невразумительный футбол демонстрирует в этом сезоне. И поэтому матч сегодня очень важен для Милана. Как бы лозунг даже такой брошен Карлу Анчелотти и его командой. Победа в этом матче позволит вновь объединиться команде и ее болельщикам. Кредит доверия почти что исчерпан. Сами понимаете, какое колоссальное значение вот в этом контексте приобретает результат сегодняшнего матча для Милана. Ну, с Интером все понятно. Дерби не дерби, не имеет никакого значения. Интер обязан набирать очки в каждом матче, поскольку Интер остается претендентом на Скудетто. Рекоба навешивает штрафную площадь. Там довольно легко справились с этой подачей. Защитники Милана. Хавьер Дзанетти идет вперед. Против него действует Альбертини. Теперь Калладзе уже вступает в подбор. Хорошо оторвал мяч Альбертини. Длинный пас вперед. Шевченко сумел оторваться от Кордубы, но мяч в сторону Хосе Мари полетел. И дальше уже Хосе Мари будет ждать партнеров. Очень плохо сыграл в этой ситуации испанец. Позволил первому мячу быть защитнику. И Кордуба разрядил обстановку. Руй Кошта. Калладзе. Калладзе хорошо играет. Один из немногих футболистов, который не подвергается такой резкой критике, как прочие игроки Милана. Шевченко против него Натерадзе в данном эпизоде отыграл уверенно. Андрей Шевченко очень давно не забивал. С игры забивал с пенальти, но при этом из трех пенальти, которые он бил в последнее время, Андрей сумел реализовать лишь один удар. Шевченко с 13 мячами входит в число лидеров среди бомбардиров, но стать первым в этом сезоне ему будет крайне сложно, поскольку Дарью Угнар забивался из пейченца. На его счету уже 20 голов. А Кристиан в Ере забил 17. Но у Ере фантастическая результативность в процентном отношении, потому что он начало сезона пропустил из-за травмы, а потом начал забивать в каждом матче по два, по три мяча. Ну, вот Шевченко сегодня тоже в центре внимания, поскольку это самый результативный игрок из находящихся на поле в миланских терби. На счету Шевы 9 мячей. Это просто на порядок выше, чем показатели его партнера. В частности, на втором месте Альбертини, который забил два гола. Ну, здесь берутся игроки действующие, выступающие в нынешних составах Милана и Интера. Лучший среди игроков Интера это травмированный Рональдо. Четыре мяча забил он в миланской терби. Но здесь берутся к рассмотрению все матчи, в том числе Кубка Италии и прочих турниров, не только игр серии А. Так что такая забавная статистика Шевченко. И тут же Рокоба толчок в спину. Калини следует дать свисток, что он и делает. Потанул этот свисток в гуле миланских болельщиков. Но сегодня миланские относятся и к той, и к другой команде. Поэтому давайте их на итальянский лад, что ли, называть миланисты и интеристы, чтобы было понятнее, о какой группе поклонников идет речь. Это смелая попытка пробить метров сорока негодующим свистом. Встречают тифози Интера. Попытка Деметрию Альбертини пробить издали. Ну что ж, хороший темп. Довольно быстро пролетело минут 10 с начала матча. Пока счет 0-0. И такое ощущение, что команды пока как бы присматриваются друг к другу. Конечно же, чтобы не говорил Купер о том, что 2-10 по сумме двух предыдущих матчей уже забыт. И не имеет никакого отношения к делу психологически. Где-то это, наверное, на футболистов давит. По крайней мере, на журналистов-то точно такого рода обстоятельства давит. И это обстоятельство во все обсуждалось в Италии применительно к сегодняшнему матчу. Что касается результата, самого результата матча, который будет зафиксирован по окончании этой игры, этот удар Шевченко не опасно, только все видел. И сильный удар у Андрея в этом игровом эпизоде не получился. Судя по всему, Андрей в хорошем таком тонусе. Находится движение прекрасное у украинского форварда на первых минутах матча. И уже не раз он оказывался в центре. Внимание. Ну, бывает черная полоса у любого футболиста, тем более вообще у всего клуба. Дела не очень идут в последнее время. Полузащитники совсем мало Андрею помогают. И неудивительно, что вот некоторое время он не забивает. Ну, все возвращается рано или поздно на круги своя. Вполне возможно, эта полоса черная прервется сегодня. Тем более, что, как я вам уже говорил, Андрей Шевченко самый результативный игрок в миланских дерби из действующих поныне. Это контра. Не сумел пройти грешку. Словацкий защитник набирает ход по левому флангу. Рекоба. Хороший пас. Рекоба. Перед ним в свободная зона. Провалился Гаттузу, который выполняет роль опорного полузащитника. Заедорф движется к штрафной площади. Против него Каладзе на вес. И в Ере не успеет за этим мячом. Хорошая атака. Внимание, Гаттузу. Но так проваливать свою зону категорически нельзя. По-моему, очень неплохое сочетание. Наконец, нашел в полузащите Эктор Купер, который, понятное дело, работает первый сезон с командой. И по ходу чемпионата нащупывает какие-то игровые связи. Хотя от него требуют результата прямо сейчас. И тем более, есть возможность этого результата добиться. Команда у Купера очень даже неплохая. Ну вот, те из вас, кто внимательно следит за Интером и за итальянским чемпионатом, в этом сезоне, наверное, обратили внимание, какая ротация состава была у Эктора Купера в том, что касается средней линии поля. Ну вот, похоже, на мой взгляд, оптимальное сочетание нашел Эктор Купер. Отредив на левый фланг такого атакующего, очень хорошего полузащитника, как, ну, полунападающего, я бы даже так сказал, Альваро Рекобу. И очень интересное такое сочетание в центральной линии. Здесь и Зедорф, и Кристиан Занетти, и Дибьяджо. Фактически в три игрока центральной зоны играет Купер. А правая бровка вся отдана на откуп обладающему фантастической совершенно работоспособностью аргентинцу Хавьеру Занетти. То есть Интер играет фактически без чистого крайнего хава на правом фланге, которым мог бы быть Серджио Консесао. Вот крупным планом на наших экранах Эктор Купер, которому в четвертьфинале Кубка УЕФА играть против своей бывшей Валенсии. Милану достался Капо Эль. Конечно, полегче соперник. Кстати, в этом отношении обе команды в абсолютно равных условиях находятся. Даже, может быть, у Милана небольшое преимущество, потому что Интер из Афин прилетел. То есть команде пришлось совершить путешествие на ответную игру Купка УЕФА, а Милан проводил свой матч здесь дома. И на восстановление, видимо, ушло у команды Анчело чуть-чуть поменьше времени. Так что вот такое интересное обстоятельство с точки зрения тактики Интера, на которую я бы обратил ваше внимание. У Милана все предельно ясно. Схема, в общем-то, не меняется в последних матчах. Так вот, возвращаясь к опросу, который провел среди своих посетителей интернет-сайт Гадзета Делос Порт относительно возможного результата в этом матче. И вот что ответили итальянцы. Ну, поскольку сайт на итальянском языке, очевидно, что большинство посетителей итальянцы, ну или на крайний случай иностранцы, которые владеют этим языком. Так вот, 38,6% респондентов, это положение вне игры, ответили, что Милан одержит победу, потому что он не фаворит в этом матче. К этой фразе я обязательно вернусь и поясню, что за парадокс заключается, казалось бы, вот в этой формулировке. Дальше, 28% ответили так, спрогнозировать результат невозможно, потому что дерби – это совершенно отдельное спортивное мероприятие, и прогноз здесь просто дело крайне неблагодарное. Наконец, 26% ответили, что одержит победу Интер, потому что он на данный момент просто сильнее Милана. И, наконец, всего лишь 7,2% респондентов, вот как раз видите баннер газеты «Доуспорт», на который я сейчас ссылаюсь, так вот, 7,2% ответили, что матч закончится в ничью. Так что такие прогнозы, действительно, предугадать, как будут складываться события в этом матче, совершенно невозможно, хотя Интер явно находится в более хорошем состоянии, нежели чем Милан. Игра, на мой вкус, первые 15 минут абсолютно равна, я бы не отдал тут почти ни той, ни другой команде. Выполняется штрафной, неудачно, контра, и просит мяч справа Рокки Джуньор офсайд, причем трудовый, сразу четырех футболистов Милана. Каладзе там оказался в офсайде, но Калина свисток не дал, потому что мяч забрал Франческу Тольду. И не торопится голкипер Интера начать атаку своей команды. Не знаю, зачем нам показывать все время Сержинию, что такого особенного в этой персоне, я, честно говоря, не знаю. Но чем-то он понравился режиссеру, может быть, своей курткой, хотя в Милане не так уж и холодно. 7 градусов тепла, наконец наступила весна, хотя холода, как вы видите, серьезно подпортили газон стадиона Сан-Сиро и, видимо, только в самой концовке чемпионата главный стадион Милана. Его покрытие травяное придет в порядок. Контро вводит мяч из боковой линии, бросает на Гаттузу. Дальше пошла подача в штрафную площадь, очень неудачно. Вот он, Космин Контро, который, по моему большому удивлению, долгое время не имел постоянного места в стартовом составе. Ну и в конечном счете Карл Анчелотти нашел выход из положения, поставил Контро. Очень сильного игрока средней линии, такого с акцентом даже, я бы сказал, на атаку, отправил его играть на месте чуть ли не правого защитника. По крайней мере, два матча Милан точно провел с Контрой на месте правого защитника. Но нет Мальдини, как я уже говорил, поэтому тут Анчелотти тоже приходится ломать голову, как перестроить оборону. Ну вот Контр, видите, где позицию занимает. Чистый правый защитник, без всяких искажений вот такого определения его игрового амплуа. Марко Матеррацци выиграл борьбу. Несколько сумбурный футбол пошел вот в эти последние минуты 3-4. Но это нормальное явление для дерби. Здесь нужны паузы футболиста, потому что игру они начали в очень неплохом тэп. Луиджи Дибиаджо. И обратите внимание, как внимательно сегодня действуют защитники той-другой команды. При потере мяча тут же отходят в своей штрафной площади, постараются перекрыть все зоны, поскольку форвардами экстра-класса располагает и та, и другая команда. Это Альваро Рекобо, очень красиво. Гаттузо, Гаттузо неуступчив, выиграл единоборство. Опять бросок в сторону Шевченко. Кордубан пока внимателен, пока Андрею не удается переиграть. Своего почти что брата Ивана. И Руйкошта потихонечку набирает Руйкошта форму. Но неоднозначно он получился. Получилось в межсезонье у Милана с точки зрения приобретения игроков. Не все из них сразу же вписались в концепцию Карла Анчелотти. Получает желтую карточку, кажется, контрак Кулина. Наказывает Румына за нарушение правил против Никола Дентулы, который, сами видите, в какой форме превосходно находится. Остановить этого форварда очень-очень сложно. Ну, здесь опасно, пожалуй, сыграл Матерация. На уровне головы практически вознес он свою ногу. Но Кулина на этот эпизод не обратила серьезного внимания. По-прежнему счет 0-0 в миланском вербе. Милан-Интер. Карл Анчелотти дает какие-то указания своим футболистам. Вновь Альваро Рекоба собирается пробить штрафной. Дистанция приличная, но не для Рекоба. У Рекоба удар превосходный. Ну, может быть, не совсем как у Роберто Карлоса с точки зрения силы. Но не менее точно. Не рискнул бить Рекоба. Рискнул это сделать грешку. Не точно. И на радость миланским миланистам. Мяч с ноги у словацкого защитника свалился. По-прежнему травмирован Редондо у Милана. Ну, уже целый год. Индзаги пропустил большую часть сезона. То есть, фактически, та связка нападающих, на которую рассчитывал Милан, она до сих пор не работала. Потому что в пару Шевченко так никого и не смогли найти. То Хави Морено, то еще один испанец Косомари, который сегодня играет. Но ни тот, ни другой по-настоящим игроками основы не стали. Здесь все в порядке. Там Костокурта прекрасно читает игру. Хотя Костокурту очень многие критикуют. Считают, что игрок уже находится на закате своей карьеры. Входят слухи, что вообще, так сказать, такой дурной репутации. Он знаменит в Милане своими какими-то интригами, там внутри клубными. Но вот я бы его квалификацию не подвергал сомнению. Внимательно очень я следил за играми Милана, которые Милан проводил без Костокурта, когда Ток был травмирован. Рокки Жуниор без Костокурта в центре обороны. Это тяжелый случай, просто катастрофа. Какой бы Костокурта ни был, медленный, сколько бы ошибок он не допускал в передачах. Но с точки зрения чтения игры, с точки зрения вот той ауры, которую он вокруг себя создает, как бы отпугивает тем самым форвардов. Вот здесь его, конечно, значение для команды невозможно и нельзя недооценивать. Каладзе отбрасывает мяч назад. Альбертини, хорошая передача. Коста. Пас классный. И Шевченко здорово открывался. Хороший динамичный эпизод. Вот как играет сегодня Милан. Старается побыстрее отправлять мяч за счет длинной или средней передачи метров 30 на Шевченко, который обладает превосходной скоростью. И если у Роя Кошта эти передачи наконец пойдут, потому что Кошта, по сути дела, не привык еще к новой команде. После Фиорентина, конечно, Милан это совсем другое дело, другой футбол. И Кошта на полную катушку пока еще свой потенциал здесь не раскрутил. Вот если от него пойдут передачи, Шевченко, конечно, будет полегче играть. Ну а Интер есть Интер. В составе Интера самый блестящий форвард, я думаю, сейчас не побоюсь этого определения в мире. Вот он с мячом, Кристиан в Ере. Он в одиночку может решить из-под любого матча, что в Ере и делал в течение января-февраля, когда Интер чуть сбавил обороты, играл не так ярко и впечатляюще, как на старте сезона. Но этому тоже есть вполне логичное объяснение. Не может ни одна команда в мире, будь то Интер, Милан, Бавария, Реал, кто угодно, пройти без спадов, без попадания в так называемую функциональную яму. Тем более тут еще накладываются участия в разных других турнирах, типа Кубка Италии, Кубка Уи-Фа или там Лиги Чемпионов, кому что. Не мудрено, что и Интер оказался вот в такой сложной ситуации. Тем более Купер все время находится в поиске, он ищет оптимальные сочетания, оптимальные звенья. Но даже в этой ситуации, когда Интер просто проваливал в откровенном матче, он все равно набирал очки, потому что Кристиан Вери регулярно забивал, создавая голы как бы из ничего. А сейчас на ровном месте Интер получил право на выполнение углового удара. И в напряжении Миланская скамейка. Очевидно, Альваро Рекоба отправится к угловому флагу. Так оно и есть. Большинство стандартов именно Уругвайс выполняет в составе своей команды. Закручивает к 11-метровой. Ну, красно-черные знают, как синий-черный выполняет стандартное положение. Поэтому три игрока сосредоточили свое внимание на 11-метровой отметке, и показались там в полном и подавляющем большинстве. Кошта, а я бы не давал свисток. А Калина не только свисток, но еще и желтую дал. Показалось мне, что в мяч сыграл Марко Матераци. Но хотел сыграть мяч, на самом деле не получилось. Врезал Рукошти по ногам и за срыв атаки Калина наказывает Марко Матераци. Желтая карточка защитнику Интера. Быстрый розыгрыш мяча у Милана уже явно не пройдет, потому что Интер успел откатиться на свою половину поля. Опять удар в сторону Шевченко. Пока довольно простой способ доставки мяча к чужой штрафной площади предпочитает Милан. Только длинный пас. Кларенс Зедорф. Вот ему наконец нашлось место в основном в составе. Почаще в правой зоне он будет оттовать. Но, как я вам уже говорил, обращаю ваше внимание, Зедорф игрок довольно часто будет смещаться в центральную зону. Смущая тем самым Каху Каладзе, который вроде бы по позиции должен за Кларенса Зедорфа отвечать. А вот и Костокурта. Он сегодня с капитанской повязкой, поскольку является самым лучшим игроком своей команды. Ну что ж, 25 минут матча позади. Вполне боевая и динамичная игра. Может быть не столь блистательная, как, скажем, вот дерби предыдущая, которая закончилась со счетом 4-2 в пользу Милана. Или еще одно дерби позапрошлого сезона, когда у меня Милан выиграла 6-0. Но тогда была другая ситуация. Тогда Интер был в катастрофическом положении. Ни игры, ни каких зацепок. За то, чтобы эту игру найти, поймать, нащупать. Вот пришел Купер и все стало на свои места. Пока по-прежнему я бы обрисовал характер игры как абсолютно равный, с совершенно равными шансами на успех в этом матче у той и другой команды. Голевым эта игра, голевой, сверхголевой эта игра вряд ли получится, потому что мы видим на первых минутах матча, ну все-таки уже больше половины тайны позади. Очень внимательно и та и другая команда при игре в обороне стараются не рисковать ни подопечные Купера, ни подопечные Карлу Анчелотти. Что касается прогнозов на этот матч со стороны всевозможных специалистов, итальянских журналистов и так далее, я бы здесь вот отметил комментарий Фульвио Колуватти. Кому как не может знать, что такое миланское дерби, ведь этот футболист, ну более взрослые наши зрители, наверное, помнят этого защитника, ставшего в блистательной сборной Италии в 82-м году чемпионом мира. Он играл и за Милан, и за Интер. Кстати, сегодня есть заявки игроки и в той другой команде, которые выступали раньше за другую миланскую команду, а сейчас вот как бы сменили прописку. Так вот, Фульвио Колуватти 6 лет провел в Милане и 5 в Интере. Ну и, соответственно, его счету более 30 дерби. По мнению Колуватти, вот возвращаясь, помните то, что я вам зачитывал из газеты «Долоспорт», прогноз на сегодняшний матч, большинство ставят на победу Милана, потому что он не фаворит в этом матче. И вот Колуватти как бы разъясняет этот тезис. Как правило, в дерби, особенно в миланских, так об этом говорит история и статистика, чаще побеждала команда, которая не являлась фаворитом, которая не была в лучшем тонусе на данный момент. То есть из этого следует, что фаворитом в миланских дерби является, как правило, менее сильная команда на данный момент, находящаяся чуть ниже в турнирной таблице. Альваро Рекоба подает у глава, объятие выходит, с горы выиграет кулаком. Зедорф, этот удар у него не получается, мяч уходит за пределы поли. Так что вот следуя логике знаменитого защитника, прекрасно знающего, что такое миланское дерби, Фульвио Колуватти. Милан сегодня должен выиграть, по идее, поскольку он находится в менее что-ли-таком хорошем игровом состоянии, чем Интер. Каладзе все прекрасно понял, и Марко Матерацио, Коль Лина, сделанное внушение. Но это к сегодняшнему матчу никакого отношения объявления не имеет. Марко Матерацио играет на опережение Костокурта. По-прежнему я бы отметил очень внимательные действия и той, и другой команды в центральной зоне обороны, прежде всего это касается Милана, но почаще нагружает именно эту зону черно-синий. Ну там в Ере, собственно, куда еще, как не в его сторону делать передачи. Но пока они не проходят, лишь однажды в Ере вбрывался с мячом в штрафную площадь. Шевченко чуть-чуть ушел в тень последние минуты. Но вот Ройкошта хорошо освободился пас в штрафную площадь. И Хосе Мари безобразная передача. Это, конечно, чудовищная проблема. Милана отсутствие нормального второго нападающего. Очень талантливый игрок Хосе Мари, не буду с этим спорить. Но одно дело забивать 150 мячей в чемпионате Испании, а другое дело приди в Италию позабивать. Вот где проявляется настоящий класс форварда. Тут игра в защите совершенно другого порядка, что ли. Ну и просто по устройству своему она очень сильно отличается от Испании. Возьмите, для примера, того же Клаудио Лопеса, который половину своих голов за Валенсию забивал, выходя один на один. Ну, убегая, улетая, там уже неважно, каким словом определить. Скорость у него фантастическая. Но он выходил один на один с центра поля. В Италии это невозможно. Клаудио Лопеса такого мяча ни одного не забил, выступая за свою Валенсию. Так что Хави Морено, Хосе Мари приходится очень непросто в Милане привыкать к итальянскому футболу. А Шевченко без помощника, конечно, очень тяжело. Ну, если вернется встроен Заги, будет совсем другое дело. Ну, как я вам обещал, давайте на второй тайм оставим рассказ о нынешней ситуации в Милане. Но побольше об этой команде вовсе не из моих каких-то личных симпатий. Я признаюсь честно, совершенно нейтрален в сегодняшней игре. Нет у меня предпочтений ни в пользу Милана, ни в пользу Интера. Ну, поскольку Милан больше сейчас на слуху, с точки зрения того, что происходит в клубе, с Интером все более-менее ясно, команда в полном порядке. Наконец пришел квалифицированный тренер, который готов решать все высокие задачи. А вот поклонников Милана, конечно, больше беспокоят то, что происходит с их любимой командой. Но вернемся к Берлускони, Галиане и к теме Милана во втором тайме. Пока Милан контролирует мяч, Гаттузо, передача, и никто не встречает, но странно как. А вот не согласен я с решением, которое принял Альбертини, хотя игроку этому опыта не занимать. И раз он решил делать вот такую пассивную передачу в край, значит, у Альбертини, который видит эту ситуацию совсем под другим углом зрения, с поля, значит, он посчитал, что какое-либо другое продолжение этой атаки менее перспективно. Хотя вот пасс явно был не из лучших в сторону левого фланга, Альбертини никто не встречал. Казалось, что он может попробовать пробить сам поворотом. Но не рискнул Деметрию Альбертини брать игру на себя в этом игровом эпизоде. Альваро Рекоба после полугодичной почти дисклификации, связанной еще с паспортом скандала, поддельным паспортом гражданина страны ЕС. Вот Рекоба постепенно набирает форму. Думаю, он может очень сильно сыграть на чемпионате мира и вообще в ближайшее время стать одним из новых лидеров Интера. Ну, посмотрим. Пока с мячом Милан, Каха Каладзе отдает назад. Альбертини поперек поля. Хороший перевод. Получится ли он? Хороший. Нет, не получился. Рекоба. Какой объем работы выполняет этот парень в обороне, а? Вспомните Интер времен Тарделли, например. Ну, вот прошлого года. Совсем другую позицию нашел Рекобе. Купер. И вот, помните, в прошлом году мы с вами на эту тему рассуждали, когда вместе смотрели матчи с участием Миттера. Честно говоря, я очень переживал за этого Лугвайского полузащитника. Очень он импонирует. Я вообще его считаю одним из талантливейших игроков вообще его поколения. И кандидатом, может быть, номер один на то, чтобы стать примой в мировом футболе. Вот он Айвара Рекоба, пасует вперед. Но вот всем никак не хватало тренера. Вы знаете, тоже вот футболисту, какой бы он талантливый ни был, нужно попасть к своему тренеру, который бы занялся этим игроком. Талант весь талант, но его же нужно еще в благодатную почву посадить. Ну вот, кажется, Альвару повезло с Эктором Купером. Очень интересную, перспективную позицию нашел для Рекобы. Купер и объем работы просто впечатляет. И в защите успевает Рекоба отработать в атаке, успевает помогать, забивает при этом. Занетти пасует на левый фланг Грешко и Рекоба в защиту отошел. Вообще сейчас на месте левого защитника играет. Может не сомневаться, уже успел открыться под Вьере. Но Вьере здесь ожесточенную борьбу ведет сразу с двумя соперниками. Гартузо оставил мяч в игре. Пас на Шевченко. На дистанции очень явно действует против него. Матерация, потому что рядом с Шевченко в момент ее мяченского локации нельзя. Убежит за счет одного ускорения. И оставит в трех метрах позади себя защитник. Но привыкли тоже к манере Андрея. Итальянские игроки обороны, тренера объяснили, как действовать надо против украинского форварда. И сразу же посложнее стало Андрею организовывать самому себе пугалевые моменты. Тем более, как я уже обращал ваше внимание, зрители футбольного канала этого плюсы. Без моей подсказки все это прекрасно понимают. Плохо полузащитники снабжают мячами в своих формах. Прежде всего, Шевченко, ну как их забивать? И Швеция жняется на дуде, и Греция. В последнее время вбивание Андрея Шевченко. Но сегодня он активен. И футбол качественно демонстрирует обе команды. Причем надо отдать должное той-другой команде. Очень корректная игра. Без нарушений правил Дженнаро Гаттузо. Передача на контру. Пауза. Коллина там супер такое обнаружил. Видимо, нарушение правил. Желтая карточка. Кристиану Бьерезу. Удар по ногам. Дженнаро Гаттузо. Но решения, которые принимают Коллина, не подлежат никакому обсуждению. Тем более, посмотрите, где стоял Коллина. Он стоял в метре от этого эпизода. Но если мы с вами ничего не увидели, то сами виноваты. Особенно судейство Коллина заключается в том, что он даже абсурдное решение принимает. Любой нормальный человек ошибается даже в такой высокой квалификации, как Коллина. Вот, ну, в данном случае речь идет о профессии судьи. Не будет только там что-то угодно другое. Слушай, он может ошибиться в своем деле, будучи высоким профессионалом. Но Коллина даже в бредовое решение принимает с такой уверенностью, что просто опешивают люди, которым достается наказание. Там, скажем, изначать пенальти, определяется вне игры или какое-то еще иное нарушение. Опять не дошел мяч не до Хосе Мари, который присутствует на поле. И тоже очень много игры остается за кадром. То, что мы, к сожалению, не видим, наблюдая футбол по телевизору. Поэтому надо на стадионы обязательно ходить. Вот чемпионат России скоро начнется на следующей неделе. И призываю всех ходить на российский футбол. Тоже бывает хорошим. Так вот, очень много игры нападающих остается за пределами нашей с вами досягаемости. Мы-то просто не видим, как работают форварды. А вот складывается такое ощущение, что Хосе Мари действует не очень динамично. Он не помогает Шевченко растаскивать защитников, создавать какое-то разреженное пространство, в которое вот такую передачу мог бы сделать Каладзе. Но видите, это не в свободную зону пас. Пас куда-то в край, Хосе Мари придется разворачиваться. Отдавать назад это уже не атака. Альбертини. У Аштага хороший пас на Каладзе. И свалился, пожалуй, мяч с ноги у Кахи Каладзе. Возвращаясь к истории встреч, пока небольшая такая пауза в игре. Я расскажу еще несколько вам занимательных таких фактов, касающихся истории этих знаменитых дерби. Ну, во-первых, вот я говорил, 9 забил Шевченко в дерби миланских. А в Ере, лучший снайпер Интер, не забил ни одного мяча. Не доводилось ему еще забивать в миланских дерби. Представляете, вот такое тоже бывает. Самый результативный матч между этими двумя командами был, результат самый такой крупный, был зафиксирован 6 ноября 49-го года, когда Интер выиграл у Милана аж 6-5. Причем по ходу матча Милан выигрывал 4-1. Ну, вот сумел Интер отыграться и вырвал вот такую победу. Есть статистика и по самому быстрому голу, который забил в миланском дерби в феврале 63-го года знаменитый Сандро Мацоло. На 13-й секунде матча открываем счет. Ну, сегодня этот рекорд явно уже побит. Не будет Хосе Мари! Нет, не пропал в ворота. Не собран Хосе Мари. Тольдо очень громко бронится на Фьера Луиджи Коллину. Считаю, что Хосе Мари был в офсайде. Но с этого повтора понять невозможно, был он или не был в положении вне игры. А вот то, что пробил он безобразно, это очевидно. Не так много сегодня острых моментов голевых. Создает и та, и другая команда. Поэтому нападающий должен быть предельно собран вот в такой игровой ситуации. В угол класть мяч никто не мешал Хосе Мари. Тот разволновался, не сосредоточился, чуть расслабленно подошел к этому игровому эпизоду и его попросту запорол. В действии оба тренок Анчелотти вообще не очень эмоциональный человек. Как правило, с насупившимся видом взирает на действия своей команды. А вот Эктор Купер поактивнее действует. Все время в игре подсказывает что-то своим футболистам. Это мы еще раз смотрим. Как не сумел выполнить. Ну, вроде выпрыгивал-то правильно, но не той части лба нанес удар. И кивком не сопроводил как следует этот удар. Хосе Мари для того, чтобы, ну, как Верху, скажем, делать. Тоже был же результативный форвард. Много играл за Милан. А в миланских дебби забил всего лишь один мяч. В этом смысле показатель Шевченко, конечно, феноменальный. 9 штук наполотить. Это надо умудриться. Ну, сегодня таких 100% моментов у Андрея для взятия ворот не было. Но он активен. Ищет мяч. А Рой Кошта пока совсем не тот, которого мы видели в Фиорентине и в сборной Португалии. Видим и еще увидим обязательно на чемпионате мира. Мяч Интер держит больше. Но из этого ровным счета ничего не следует. В одном из репортажей, помните, я вам приводил статистику, когда мы с вами смотрели один из главных матчей второго круга. Рома Ювентус приводил статистику по держанию Минейс. Мяча Ювентусом и Ромой, приводя занятные такие цифры о том, что Ювентус делает на 100 с лишним касаний суммарно по ходу матча больше, чем Рома. У Милана просто такая игра. 3-4 передачи вот здесь на своей половине поля. Потом туда-вперед вот такой длинный пас в расчете на скорость Шевченко. Именно на то, что Хосомарис умеет замерзнуть цепицы. Интер больше старается комбинировать. Вот хорошо и оригинально Хосомарис играл. Тольдо, Грешко справились. И выносит мяч Словак из своей штрафной площади. Ну вот чуть-чуть фантазии применили. Атакующие игроки Милана сразу же стало гораздо интереснее. Все остальные ходы как на ладони видны. Опять вот такой навес тревиальнейший. Но Каладзе поймал Зедорфа. Удар! И Тольдо решил не рисковать. Бросился под этот мяч и перегрел его на угловой. Не берусь сказать, шел ли мяч в торворот. Но Растольдо играл этот мяч, значит, наверное, в створ шел. Хотя мог и потерять ворота голкипер Интера и сборной Италии. Ну что ж, заревел Сан-Сиро. Три трибуны ждут. Не дождутся, когда же по-настоящему вступят в действие форварды Милана. Хосе Мария опять наносил удар головой. Неудачно и не очень точно. Ну там на штанге стоял Коверт Занэти. Поэтому поди мяч в твор. Защитник, конечно, пришел бы на помощь своему вратарю. Ну, заканчивая с историей дерби, еще вам некоторые цифры назову. Занимательные такие. 214 мячей забил Милан. 231 Интер. То есть вот по этим показателям Интер тоже немного впереди. Но не сильно, как вообще во всех дерби, не бывает такого, чтобы одна команда имела явное преимущество перед другой. Ну, за более чем 100-летнюю историю этих матчей бывают взлеты, провалы в течение сезона. Может быть даже нескольких. То и той, то и другой команды. Но суммарно получается, что примерно равные показатели у того и другого участника дерби. Какое бы оно ни было. Мюнхенское, гласгианское, туринское. Теперь еще вот веронское дерби в Италии появилось тоже очень занимательное. Безусловно, своя очень специфическая, особенная интрига связана с понятием дерби. Ну, а это оригинальный мяч в игру Альваро Рэкова. Опять свисток Калины, который считает, что нарушил правила, кажется, контра. И уже разминаются потихонечку. Это Консесао, кстати говоря, разминается. Я вам говорил о том, что у Купера было одно лишь сомнение по фланговым игрокам. Ну, видимо, он думал, по правому флангу решал. Сам Купер отметил прекрасную игру Консесао в Афинах. В матче против Пайка ответом кубка UEFA. Но вот сегодня, я думаю, все-таки, исходя из того, что Дзанетти с Зедорфом лучше закроют бровку. Закроют Каладзе и попытки Милана атаковать. Милан же очень любит флангами атаковать с навесами в штрафную. Сегодня мы этого почти не видим. Вот, возможно, Консесао все-таки более атакующий. Игрок в обороне от него пробку не очень много. Вот решил придержать в запасе атакующего португальца Эктор Купер. Но, возможно, в втором тайме у Консесао будет возможность выйти на поле и усилить его своей командой. Ведь именно Консесао принес победу в матче Интера против Удинеза. Угол оказался победным. Интер не без труда выиграл 3-2. Но Самарий с мячом. Хороший пас. Каладзе заснул. Не ждал этой передачи. Крой Куаштан. Не вышла эта передача результативной. Контра. Потерял мяч, но на месте Шамот. Может быть, несколько перехватил инициативу Милан под занавес первого тайма. Счет по-прежнему 0-0. Играть уже осталось, между прочим, меньше пяти минут. Руки. Джуниор бьет вперед. Дибьяджо. Свисток. Нарушены правила. И мяч придется красно-черного отдать. Синий-черный. Да, ну, что касается Рональда. Поскольку в атаке сегодня Интер не блещет. Минута осталась. Как раз за это время успеем рассказать новости о всемирно любимом футболисту. Рональда тренируется вовсю. Он находится сейчас в Бразилии. И тренируется под присмотром Сколари. Главного тренера сборной Бразилии. Через пару дней Бразилия сыграет с командой Исландии. Контрольный матч. И Рональда вполне возможно появится на поле. Однако, окончательное решение по поводу будущего Рональда будет принято в конце недели совместным консилиумом бразильско-итальянских врачей. Который и объявит дату возвращения Рональда в Италию и его возвращение к работе уже в нормальном тренировочном процессе Интера. Его команда подает угловой снова у мяча Альвару Рекоба, Марку Матераци в штрафной площади Толчия. Очень опасный навес! Но мяч до ворот не дошел. Разобрались защитники. Сегодня здорово играют. И у той и другой команды предельно внимательны и предельно осторожны. А там лежит кто-то наверняка в штрафной, потому что борьба настолько отчаянная. Дибьяджу досталось в колено. И здесь же, по-моему, Каладзе досталось. Ну, Дибьяджу уже встал. Видимо, Каладзе тоже сможет продолжить игру. А Пьер Лоджи Каллина наверняка уже готов дать свисток. Каладзе чуть больнее досталось. Ого, ничего себе! Там еще Вьери зуботычину дал Альбертини, но Альбертини выдержал этот удар. Хотя, я думаю, Кристиан Вьери пару раундов бы, наверное, против Коли Филда продержался. Ну, если бы Вьери разрешили чуть-чуть по-своему интерпретировать боксерские правила. Громадный, конечно, человек Кристиан Вьери. И когда он закрывает мяч корпусом, подобраться к нему невозможно. Но пока у Вьери возможностей продемонстрировать свои бомбардирские качества не было. Однако, я настаиваю на том, что Вьери это игрок одного эпизода. И если у него появится такая возможность всерьез угрожать воротам Милана, это будет очень опасно. Ну что ж, 0-0 после первого тайма. Но при абсолютно равной игре по-прежнему не готов я отдать предпочтение ни той, ни другой команде и делать какие-то прогнозы на второй тайм. Произойти может абсолютно все, что угодно. Но тем, я думаю, интересно нам с вами будет наблюдать, как будут развиваться события после перерыва. Пока отдохнем. Футбольный канал НТВ Плюс продолжает прямую трансляцию из Милана. На стадионе Сан-Сиро через пару минут начнется второй тайм 249-го миланского дерби, в котором после первых 45 минут при абсолютно равной игре ничья 0-0. Но скучным я бы первый тайм не назвал. Может быть, команды действовали несколько схематично. Не хватало фантазии в действиях игроков. Но, с другой стороны, это можно объяснить просто тем, что уж слишком высокая плотность игроков на каждом участке поля. Слишком быстро приходится принимать решения. И при ситуации такой сверхконтактной игры, когда ни секунды лишний нет на размышления, тут, конечно, не до импровизации что-то выдумывать сложно. Поэтому попроще стараются действовать футболисты и той, и другой команды. Играют они сегодня больше все-таки с акцентом на оборону, которую я бы отметил и у Милана, и у Интера. Хорош Коста Курта с партнерами. И хорош Марко Матераци Иван Кордуба, который ни Хоцамари, ни Шевченко развернуться толком не дали. Хотя у испанца пару неплохих моментов было, когда он мог сыграть и повнимательнее, понадежнее, посерьезнее, что ли, подойти к выполнению завершающего удара по воротам соперника. Судя по всему, никаких замен пока нет. Поэтому напоминаю вам составы играющих команд. Милан. Сегодня хозяин поля. Ворота защищает Кристиан Объятие. 18 номер. Справа в обороне контр 22-й. Слева Шамот 16-й. В центре 5-й Костокурта. 25-й Рокки Джуниор. Полузащита. Гатузо 8-й. 4-й Альбертини в центре. Каладзе 13-й слева. Нет, Гатузо справа. Прошу прощения. 8-й номер в центре 4-й Альбертини. 10-й Руйкошта. Каладзе 13-й номер слева. Два нападающих. Это Лаурсон разминается защитник. Два нападающих. Косе Мари 14-й. И 7-й номер Андрей Шевченко. Лучший бомбардир из действующих игроков. В миланских дерби. На его счету 9 мячей. Но сегодня пока возможности забить у Андрея не было. Впрочем, как и у его коллеги. И соперника сегодняшнего Кристиана Вьере из Интера. Ворота. Черно-синик защищает Франческо Тольдо. Под первым номером. Справа в обороне капитан команды Хавьер Дзанетти. Капитанская повязка у Милана, у Коста Курты. В центре обороны Интера. Второй номер Кордуба. 23-й Матерраце. Слева 24-й номер. Два вратислав Грешко. В ползащите 20-й номер Рекоба. Слева справа. Кларенс Зедор. 10-й номер. В центре 6-й Кристиан Занетти. 14-й Лыжиди Бьяджо. Голова обвязана. Но крови на рукаве, слава богу, у него нет. Впереди 32-й номер Кристиан Вьерий. И 78-й номер Никола Вентула. Против форвардов и той и другой команды. Защитники действуют сегодня предельно внимательно. Шевченко заряжен на борьбу. Много двигался он в первом тайме. Искал мяч, искал возможности проникнуть в чужую штрафную площадь. Наносил удары, но пока им не хватало силы и точности. И вот сейчас Коштан, в общем-то, неплохую передачу задумал на Андрея Шевченко. Но слишком сильно ее выполнил. Франческо Тольдо не торопится ввести мяч в игру. Пожалуй, единственный человек, который не придавал слишком большого значения сегодняшнему событию, это главный тренер Милана Карло Анчелотти, или как его еще зовут в Италии, так и любовно, что ли, Карлетто. Достаточно фамильярно, но довольно часто в газетах можно, в серьезных газетах, встретить вот именно такое обращение к главному тренеру Милана. Так вот, Карлетто признался, что его больше волнует не сегодняшняя игра с Интером, а следующие матчи с Аталантой и Перуджей, которые, хотя и располагаются ниже Милана в турнирной таблице, но не так уж сильно и ниже. Особенно Перуджа наступает на пятки и для Милана принципиальнее с турнирной точки зрения добиваться побед в борьбе со своими прямыми конкурентами за путевку в Лигу чемпионов, хотя Перуджа, конечно, вряд ли туда попадет, но вот за борьбу за места четвертого по шестое. Но это может быть такой единственный комментарий. Вот как раз Карлетто собственной персоной. Дерби есть дерби и самое пристальное внимание этому матчу во всей стране. Опасный момент. Мяч в ворота залетает на это положение вне игры. Сильно после свистка бил Андрей. И в положении вне игры после паса Шамот. Вот видите, полузащитники передачи не делают. Приходится защитникам выполнять обязанности распасовщиков. Пьер-Луиджи Коллина обслуживает сегодняшний матч. Один из сильнейших итальянских арбитров. Может быть принял несколько спорное решение. Правая нога это не страшно для Милана Урекоба. А вот Зедорф был готов к Ахе Каладзе к маневру Зедорфа. Успел подставиться под удар Кларенса Зедорфа. И острыми атаками обменялись команды. Очень неплохой футбол, на мой взгляд. Демонстрируют обе команды сегодня. Вот что значит дерби. Насколько разобранным был Милан всего лишь пару дней назад. И как психологически меняет абсолютно подход к футболу само вот это вот понятие дерби, атмосфера дерби. Шевченко все время ищет мяч. Все время ищет возможность забить наконец с игры. Прервать свою черную вот эту полосу, которая слишком уж затянула. А здесь уже мяч в штрафной Милана. Объятие выходит из ворот. Надежно действует. Тут же бьет вперед. Кордуба и Матераци без ошибок действуют в обороне. Рекоба нарушение правил. Гаттузо сфалил на крестьяне Цзанетти. Штрафной пробьет Интер. Но Милан сегодня, впрочем, как и Интер, игроки у той и другой команды фалят. Очень внимательно. Далеко от ворот, метров в сорока, не ближе. Бьющих хорошо игроков и в той и другой команде полно. Поэтому лучше не рисковать. Все фалы идут далеко довольно от штрафной площадки. Грешко с мячом бьет вперед. Каладзе сыграл на перехвате Цзанетти. Вступает в борьбу. Что дальше? Вентулан на Зедорфа. Хороший перевод. Но Зедорф тут тиска. К тому же Кристиану Цзанетти досталась и вынужденная пауза. Ну, конечно, непередаваемая атмосфера тем из вас, кому довелось побывать на Миланском дерби или на Римском дерби. Я думаю, вы со мной согласитесь, что тем, кто любит футбол, раз в жизни стоит побывать на таком мероприятии. Матерация бьет вперед. Неточная передача. Вентулан на мяча не доберется. А, возможно, потребуется и замена. Держится за колено. Кристиан Цзанетти, ну, вроде бы, разбегался. Хотя, разминался Консесао. Не исключаю, что вместо Цзанетти выйдет Консесао на правый фланг. А... Зедорф тогда сместится в центральную зону. Если Цзанетти не сможет продолжить игру. Вентулан снова с мячом поактивнее. Он даже сегодня чем в Ере. Альбертини очень здорово снял мяч с ноги. Вентулы, Рекоба, Грешко. Показывает Калина, что все в пределах правил. Или что? Ну, Дженару Гатузу всегда играет на грани фола. Очень резко идет в отбор. Ну, не могло здесь не быть нарушения правил. Тем более, что и травму получил Абратислав Грешко. Ну, вроде бы, все в порядке со словацким защитником. Готов он продолжить игру. Очень высокий темп. В начале второго тайма мяч практически не задерживается в средней линии поля. Шамот пошел вперед. Показывает своему партнеру на левом фланге. Каладзе откросят пошире в бровку. И вот получает там мяч Каладзе, а трое кошты. Зато много грубит. Но в желании бороться, конечно, Гатузу не откажешь. Шевченко. Там никого нет. Дзанетти. Хавьер. Пас на Дибиаджо. И еще один заброс. Видите, за счет розыгрыша мяча не рискуют подходить к штрафной площади. Ни та, ни другая команда. Что, в общем-то, не является коньком. Ни Милана, ни Интера. Куаштан. Зедорф. Как Купер научил всех своих игроков бороться за каждый мяч. Чем славилась Валенсия и Мальорка. Безукоснительным выполнением тренерского задания. Зедорф, он в отборе, как носится, играет Арекоба. Несколько раз менялся с грешку даже местами. Оказывался на месте левого защитника. Куаштан. Нет, с этим пас не пройдет. В 10 минут пролетели незаметно во втором тайме. Игра держит напряжение. 0-0 в миланском дерби. Все на волоске. Что угодно может произойти в этом матче. Забить может и та, и другая команда. Конечно, осторожно действуют и Милан, и Интер. Но видно, по-моему, по действиям команд, что больше они все-таки настроены на победу. Выиграть, конечно же, хотят и те, и другие по понятным причинам, которые у той и другой команды разные. Поскольку разные задачи уже решают клубы в чемпионате страны. Жуниор сегодня в полном порядке. Редко такое с ним бывает. Безошибочно пока действует бразильский защитник. Шамот. Нету возможности навесить. Сыграл Скаладзе на коротке. Вот только сейчас пошел навес. Шевченко. Посомари Шевченко. Выход 1-1. И не успевает пробить. Руйкош, то есть пробить-то он успевает, а там опять поднята рука Калина, с которым я готов осмелиться поспорить. Чего не позволяют себе многие футболисты серии А. Но Владимир Маслаченко, мой уважаемый коллега, комментировавший матч Рома Барселона, пришел в ужас от того, что вытворили там арбитры с определением искусственного вообще любого офсайда. Дикое было количество ошибок, возможно, связанное с тем, что уж очень похожей форме играли футболисты. Но, наверное, это слабое оправдание для линейных судей, поскольку все-таки они не дальтоники, должны разбираться в 10 метрах, видеть, в какой форме игрок, обороняющаяся или атакующая команда. Существует указание УЕФА арбитрам судить спорные ситуации в пользу атакующей команды. Не судит так никто, ни в одной стране мира. Очень плохо. Ну, я уже давно взял себе за правило подробно на этих эпизодах не останавливаться, потому что это бессмысленно. Эпизод уже в прошлом. Игра продолжается. И с мячом Кристиан Занетти в Ере. И почти удалось ему нанести свой коронный удар под штангу. Ну что, неплохое миланское дерби получается. 249-е по счету. Тольдо прочел игру, прочел эпизод. Сыграл на месте последнего защитника. Не позволил Шевченко быть первым на мяче. Каладзе. Кошта один. Плохой пас. Дибьяджо. И разворачивает. Как здорово поле видит Дибьяджо. Только пас рискованный. Как в отборе все сегодня играют. И в той, и в другой команде. Рекоба здорово. Пас налево. Пошел Интер вперед. Грешко. Навес не удался. Косомари прессингует Рекоба. Отобрал мяч. Ну, Калина. Есть Калина. Уж если он чего решил, так свистнет обязательно. Ну, конечно, прихватывал Фосомари руками Рекобу. И подача. Глубокая подача. Не сумел выиграть борьбу в воздухе у Костокурты. Матераци. Каладзе пошел вперед. И опять безукоризненно в отборе играет Кларенс Зедорф. Вот прибавил, как он в отборе при Купере. Дзанетти. Снова Зедорф. Передача. А вот здесь может что-то получиться. Вьере! В дальней! Не попал. Вот он Вьере. Высший класс форварда. Но ни одного вообще момента у человека не было. Ну, как сыграл здесь? С блеском просто, а? Хотя надо отдать должное и вот Рокки Жуниору, который, в общем-то, успел накрыть. Там в дальней не проходил удар, поэтому Вьере и пробил по центру. Чувствовал он, что в дальней, если будет бить, попадет в ногу или в корпус бразильцу. Гатузо. Дибиаджо. Опасная игра. Накладушка была, конечно. Еще и руками мяч Кристиан Занетти прихватил. Еще раз смотрим действия в Вьере. А тут еще одна атака прошла у Интера, довольно опасная. Но у Милана есть Шевченко. Его скорость как сегодня здорово играет против него защитники Интера. Вот так и надо играть против Шевченко, если хотите его закрыть. Отскакивать глубоко назад, держать фору по дистанции метра 3-4 от Шевченко, чтобы не дать ему возможность убегать вперед. Потом не догонишь. И уже не первый раз мы видим, что когда идет пас на Шеву, Матерации или Кордуба глубже к своим воротам находится, чем Андрей Метро на как раз вот эти самые 3-4. Знаете, просто классный футбол идет во втором тайме. Шевченко пошел по правому флангу. Бегает он гораздо быстрее. И быстрее Грешко уходит дальше. И Кордуба дальше направо еще можно было бы успеть. Не получилось. Просто потому, что отлично играют сегодня защитники. И те, и другие. Хавердзанетти успел на подстраховку. И прервал этот проход Андрея Шевченко. Гатузо пас. Нет, это был не Гатузо, а Альбертини. Вот сейчас Гатузо. Дальше Хвазе Мари. Но это не нужно было делать. Полез вперед. Но заработал, кажется, фол. Поскольку пауза в игре, очевидно, Калина Свисток все-таки дал. Сегодня очень осторожно действовали защитники той и другой команды с фолами. Но такой, на тоненькой фол. В ноги там игры не было. Но рукой прихватил, локоть выставил. И Калина, возможно, допустил ошибку. А почему так аккуратно действуют защитники перед своей штрафной? Потому что отлично бьющих в той и другой команде полно. Очень рискованно при такой ничейной, в общем-то, игре допускать фолы перед штрафной площадью, когда одним ударом можно поставить в этом матче точку. Альбертини, Кошта, Шевченко. Кто будет бить? Делайте ваши ставки, господа. А Франческо Тольдо выставляет стенку не такую уж и мощную. Рисковый парень Франческо Тольдо. Четырех, всего лишь, нет, пятерых таки выставляет стенку. Там еще пристроился Контра. Совещание. Красно-черных. Есть внимание. Калкипер Интера. Похоже, ну, я не буду гадать, кто будет бить. Похоже, Кошта собирается нанести этот удар. Больше около мяча никого нет. Это можно еще скинуть. Там Шевченко за кадром. Слева от него стоит. Но Шевченко из-за того, что давно не сбивает, немножко потерял уверенность в себе. Рискнет он в таком ответственном матче. При том, что штрафных так мало бить именно этот удар. Или Кошта на себя возьмет ответственность. Итак, разбегается и Шевченко, и Кошта. Шева сам решил пробить и неудачно. Пытался подрезать мяч Андрей, но не в ту часть мяча пришелся удар в центральную часть мяча. Поэтому поднять его было, конечно, таким ударом очень сложно. Не сумел подстроиться нападающий Милана под этот мяч. И возможность остро угрожать воротам Интера упущена. Это Сержинью вид сзади и пролетают другие запасные игроки. Милана, Гатузо, пас вперед. Опять Кордова отлично играет. А Зедорф должен отработать. Отлично сыграл Зедорф, который уже раз в отборе. Быстренько по запасным. Милан, Ибрайм Бан, Хави Морено, Пирло, Лаурсон, Умит, Симоне. Интер, Колонн, Гули, Шимич, Серенан, Биати, Консесао. Я думаю, выйдет Консесао скоро. Желтая карточка. Зедорфу за фол против... Кому там досталось? Коште досталось. Ну, а что Милан? Может быть, Симона вместо... Нет, Каладзе. Ну, здесь вообще масса нарушений лежит. Кошта просит. Ой-ой-ой. Так нельзя, конечно, играть. Упустил я этот момент, пока называл вам запасных. Ну, а Симона вместо... Хосе Мари, может быть, так поступит Карло Анчелоти. Подождем. Хотя время для замен, для того, чтобы освежить игру, уже наступило. Темп хороший. Сил футболисты тратят очень много. Нужна свежая кровь. И режиссер это тоже понимает. Регулярно показывает нам запасных. А Милан будет подавать угловой удар. Четыре футболиста в штрафной. Дженаро Гатузу на подборе. Почему-то его никто особенно не держит. А если мяч к нему... Отскочит. Но он отскочил к Рикоби. А не к Гатузу. Контра проиграл борьбу в Ере. Отбрасывает на фланг. Здесь Костакуртов бьет вперед. И Тольдо пугнул Альбертини. Но имеет право Тольдо так действовать, чтобы в другой раз атакующий игрок не действовал опасно против футболиста. Каладзе хорошо ушел. И пас. Есть офсайт. Есть. Я думаю, чем дальше будет идти игра, тем больше она нас будет держать напряжение. Поэтому просто не могу не выполнить свой, так сказать, комментаторский долг. И в двух словах объяснить, что происходит в Милане. Я думаю, вы знаете о том, что обсуждался вопрос на этой неделе с будущим. Ну, я угадал с Консесао. Но это было очевидно. Вот только не рискнул гадать, кого он заменит. Может быть, Зедорфа. Ну, так, по крайней мере, напрашивается. Или Занетти Кристиана. Других вариантов я, честно говоря, не вижу. Но я, в конце концов, не тренер. Тренер Купер, он сейчас и примет решение. Так вот, обсуждается в течение всей недели вопрос в будущем Милана. Будет ли продан клуб или он не будет продан? Вот вчера в интервью газеты «Делоспорт» Адриану Галиани, вице-президент Милана, успокоив болельщиков, сказал, что клуб продан не будет. Владелец финансовой группы «Фининвест» по-прежнему остается главным акционером клуба. Единственное, что поменяется в команде, это, видимо, должность президента будет занимать, очевидно, сам Галиани. Еще одна желтая карточка. Кто ее получает? Ее получает Ройкош. Но это он отомстил за фол против себя. Видимо, Зедорфа двинул по ногам. Нет, не Зедорфа, а зачем-то Кристиану Дзанетти, Хавьеру Дзанетти въехал в опорную ногу. А вот так вот. Рэкобо меняет Консесау. Никогда бы не подумал, что на такую замену решится главный тренер Интера. Это очень оригинальная замена, потому что Рэкобо играл слева, Консесау игрок правой зоны. И кто теперь налево пойдет? Зедорф. Вот так вот решил Вектор Купер. Вот и гадай после этого, какие дальнейшие решения примет тот или иной тренер. Самая, по-моему, нелогичная замена. Я отнюдь не подразумеваю, по словам нелогичная, неправильная. Но очень интересный ход главного тренера Интера. Несет ли коррективы в игру? Переход с Зедорфа на левую бровку и выход Консесау, который справа может усилить атакующий потенциал. Но заканчиваю с Миланом. Сильвио Берлускони, видимо, покинет пост президента не потому, что он не хочет, а потому, что сейчас в итальянском парламенте, к которому Берлускони имеет непосредственное отношение, поскольку является премьер-министром Италии, Берлускони, естественно, будет лоббировать там через своих людей свои интересы. А интерес очень простой. Будет принята поправка к закону об акционерных обществах. Детали я отдаваться не буду. Но, короче говоря, премьер-министр страны и там другие должностные лица не смогут отныне, если закон пройдет в парламенте, не смогут занимать должности руководителей акционерных обществ. Ну вот, типа борьбы там, я не знаю, с чем, с коррупцией, что ли. Вот, тоже ахиллесовый пятой, итальянская жизнь. Но это ладно, мы отвлеклись. Так вот, Берлускони сможет и же с ними выполнять роль только таких почетных, что ли, президентов, свадебных генералов. А фактически управлять акционерным обществом, которым является Милан, Берлускони не сможет. И, видимо, его пост займет Галиани. Берлускони при этом останется в клубе, что он вчера сам... Что он вчера сам и подтвердил. Не случайно сегодня на матче Берлускони и Галиани вместе сидят рядышком на трибуне и переживают перипетии матча. Вот такая ситуация в Милане. Так что можно за судьбой этого клуба поклонникам команды не беспокоиться. Хотя, может быть, кто-то и ждал, и жаждал больших перемен. Галиани сказал, что заглядывал уже немножко в будущее. Никаких сенсационных изменений в межсезонье не будет. Практически, как он сказал, никто из них уйдет. И никаких сверхприобретений Милан не готовит. Но это вопрос о том, уйдет ли Шевченко или нет. Нет, не уйдет, потому что Галиани этого футболиста обожает. И вообще я уже не раз говорил, что будущее Милана – это Шевченко. И вокруг него будет строиться новая команда. Ну вот с этой темой мы закончили. Возвращаемся к футболу до конца матча. 20 минут. Самый интересный, самый напряженный счет 0-0. Забьет одна команда, ничего не значит. Другая может легко сравнять. Ну, то есть не легко сравнять, может. Имеет для этого возможности, может рассчитывать на то, чтобы отыграться, если будет гол. Но гола пока нет. 0-0. Отчаянная борьба. Грешко, он решает правила Хосе Мари. Будет ли замена делать Карлу Анчелоте, хотелось бы узнать. Пока нет. Хотя все разминаются вовсю. Вектор Купер. Что он показывает, я не понимаю. Но, наверное, понимают его подопечные. Поближе, видимо, показывает. Нужно там кому-то на левой бровке действовать. Наверное, Грешко и Зедорф. У Зедорф сейчас очень глубоко ушел вперед. Удар в сторону Вентула. Вентула немного потерялся во втором тайме. Не точная передача. Гатузо отвоевал мяч. Удар по ногам. Свисток. И побыстрее здесь разыграть можно мяч. В центральной зоне там немножечко разрежено. У Интера защитник ушел из своей зоны. Но все же, это неинтересно. Хотя там пас можно отдать еще. Пока тут Кристиан Занетти обдумывает свое нарушение правил. Это Гатузо. Он же, видимо, будет просто удар в сторону Шевченко и Хосе Мари. Нет, на коротке сыграл жюниор с Коштой. Вот теперь только ударил. Ну, лучше бы сразу ударил. Зачем? Так или иначе отдал в мяч соперник. Тольдо. Концесао. Оказалось, что рукой сыграл. Очень легко ушел от Альбертиника. Аладзе перекрыл путь на свою половину поля Концесао. Пришлось назад играть. Грешко. Ошибся. Шевченко. Слева есть игрок. Через третьего пришлось обыграться. Кошта. А вперед опять не на кого отдать. Шевченко успел открыться. Бить нельзя. Или можно? Хороший удар получился у Шевченко. И коснулся, по-моему, Франческо Тольдо этого мяча. Очень странно, что не успел. Вот так пласировался Кордуба. Мне показалось, что он обязан просто выброситься на Шевченко. Хотя, наверное, Кордуба рисковал попасться просто на ложном замахе. Легко бы его Андрей мог убрать, если бы Кордуба сделал резкое движение на мяч. Контра. Под удар. И никто не держит Гатузо. Успел вывалиться Дзанетти. Принял удар на себя. Концесао со свежими силами набирает скорость по правому флангу. Но Гатузо уже вон отмахал. Сколько? Метров 40, наверное, с чужой половины поля. Откуда только силы берутся. Шевченко. Безустали трудятся на поле. Каждый из 22 людей, присутствующих на поле. В том числе и вратари. Хотя, может быть, не так часто они вступают в игру. Но какое нервное напряжение. Ведь здесь до эпизода идет игра. Нельзя допускать ошибку. Вентула. Заковырялся Вентула. Там еще Контра устроил подкат. Но угловой Интер заработал. Классный матч. А может и посложнее было. Толь, да не попади мяч в икроножную мышцу Ивану Кордубе. Хорошую игру проводит Шевченко. Ну, впрочем, как все находящиеся на поле футболисты. Консесао. Пытается выбраться из угла. Но Каладзе ему этого позволить не хочет. Угловой. Еще один угловой. Время идет. Ничья не лучший вариант для обеих команд. Подача. Удар Дебьяджо. Борьба в штрафной площади. Жуниор высоко выпрыгнул. Шевченко. Зедорф от Зедорфа уходит мяч за пределы поля. По-прежнему нет замен в составе Милана. Коснулся мяч с ноги кого-то из хозяев. Зедорф. Мяч остается в поле. А вот теперь покинул, по-моему, предель. Не сразу дал свисток Калина. А вот только сейчас обнаружил он, что поднят флаг бокового арбитра. Ну вот, наконец, кто? У него что Лаурсен? Неужели так побаивается за оборону собственных ворот Карлу Анчелотти, что собирается выпустить свежего защитника? Он там светленький в футболе, раздевается. Как мне показалось. А вон один. Да, Лаурсен. Отчаянин Лаурсен под 24 номером. Билли Костакурта. Ну, отработал сегодня здорово. Костакурта, может быть, он устал, может быть, сам попросил замену. Но это вот я не совсем, честно говоря, понимаю этот шаг. Если у Костакурта нет травмы, то что тогда это значит? А не на руку ли это Интеру замена? Выясним через 15 минут. Я думаю, что какая-то все-таки травма у Костакурта. Хотя вроде с виду так он в порядке. Но теперь пару центральных защитников составят молодые Лаурсен и Рокки Жуниор, которые при Костакурте чувствуют себя уверенно. А вот как он себя будет вести в паре с менее опытным партнером? Подача Шамота. Не нашла никого из партнеров. Гатузо. Бить нельзя далеко. Ждет партнеров. Пас направо. Контра. Контра совсем сегодня мало ходит вперед. Но, видимо, такое тренерское задание получил. Прежде всего, обезопасить тылы. Не лезть, особенно в атаку Каладзе. Навес. Нет, ну бесполезно там перепрыгивать. Грешко, Матераци. Не очень странно, что Карло Анчелочи не доверяет Марку Симону. Франческо Тольдо ввел мяч в игру Гатузо. Везде поспевает Дженаро Гатузо в сегодняшнем матче. За Нэти небольшую паузу. Такое впечатление взяли обе команды для того, чтобы провести уже финальный раунд боя. Который может завершиться и нокаутом. Андреа Пирло. Полузащитник. Который мог бы наладить конструктивные действия в средней линии поля. Но уж на это у него времени в любом случае не останется. Дибья Джон. Пас поперек поля. Грешко. А времени-то до конца матча все меньше и меньше. Рисковать тоже вряд ли кто-то захочет. В оставшиеся минуты до окончания игры. Зедорф. Готовит удар. Успел, успел, успел. Помешать ему. Вернувшийся в оборону игрок Милана. Так неплохо приложился к мячу Зедорф. Но вот там человек, который подбегал к нему справа, несколько сбил прицел у голландца. Просто хорош сегодня Зедорф. Дибья Джо. Верри бросал мяч вперед на Вентулу Каладзе. Консесао пока не заметен. Не переигрывает Каладзе на своем фланге. Занетти. Вот Зедорф ждет пас. Занетти его не видит. Сместил акцент направо. Консесао ждет передачу. Куда же Хавьер-то побежал? Непонятно. Дибья Джо. Зедорф просит мяч. Дибья Джо бьет к штрафной. Вентула пропустил Вьере. Вентула. Ну и пробить ближний. Вьере. Это просто ненормальный человек. Так нельзя. Так нельзя играть в футбол. Иметь два полумомента в такой игре и забить. Это фантастика. Это Кристиан Вьере. 18-й мяч в сезоне. 1-0. Как разыграли, а? Как разыграли. Какое взаимопонимание между этими нападающими, которые без году недели в основном в составе играют. Ну я не знаю. С этим парнем, если он в такой форме будет, Италия, вовсе никакая там ни Франция, ни Аргентина будет главным претендентом на победу на чемпионате мира. Из ничего голы создает человек. Из ничего. Доборолся, добежал до конца. Пусть корявенько, коленом, да какой угодно частью тела. Неважно, хоть ухом. Все равно мяч в воротах. И это 1-0 за совсем немного времени до окончания матча. Хотя нет, 78-я минута. 12 плюс что-то добавит Калина. 1-0. Интер впереди. Ну вот концовочку нам подарили команды в 249-м миланском дерби. Милан сразу же пошел вперед. Навес. Это не хватает фантазии. Не хватает Милана. Ну хоть ты тресни. Хотя сегодня... Ну... Хорошо отыграла команда. Каким бы ни был конечный результат. Вроде бы претензий особо предъявить никому нельзя. Но вот игра, конечно, не очень здоровая у команды Анчелоти. Поставлено. Настолько все предсказуемо. На фланг и удар вперед. На вес. Либо просто длинная на Шевченко, чтобы тот убегал. Все. Больше ничего в атаке придумать не могут. Хотя, помните, вот был один розыгрыш мяча в первом тайме. Один единственный, когда хоть что-то, так сказать, соригинальничали перед штрафной площадью Миланца. И сразу получилось интересно. Но капитанская повязка пошла по рукам от Костокурта Альбертини. Ветераны покидают поле. И Ибраим Бан. Давненько не появлявшийся в основном в составе. Вообще на поле. То он травмирован был, то еще. Какие-то другие причины мешали ему играть. Но вот изменивший имидж Ибраим Бан на поле. Быстрый, резкий полузащитник. Времени не так много у него, чтобы себя проявить. И тут же Купер снимает нападающего в Вентулу. Автор голевой передачи Никола Вентула. И Колонн выходит вместо него. Мохаммед Колонн. Прекрасно начавший сезон. Очень здорово подменявший одновременно и Вьере, и Рональдо. Был такой период в начале чемпионата, когда и Рональдо... Ну, Рональдо, собственно, не играл ни в начале, ни в середине, ни сейчас. А вот Вьере в начале чемпионата не играл. И Колонн за двоих трудился, забивал. В атаке Милан на 1-0 хозяева, формальные хозяева полюси пока проигрывают. Но я настаиваю на том, что это еще не точка в матче. Словно на качелях раскачивается игра. В целом, даже при таком счете, она, я бы ее продолжал бы характеризовать как равную. Но по счету впереди Интер, и это главное. Николадзе пасует вперед. Вот, видите, опять навес готовит. А Интер это прекрасно знает. Ну и что дальше? Ну, с этого фланга не получится. Постараемся через другой. Так думает Ройкош, но потеряли мяч. Кордубан. Консесао побежал вперед, но сил-то у него побольше, чем у Гатузо. Как легко ушел, и фол в желтое. Ну, предупреждать надо. Он пожалел просто Гатузо, Калина. У Гатузо уже есть горчичник, и удалять сейчас игрока, и тогда это точка в матче. Сирена. Давно тоже не выходил в составе. Это помчался вперед Хавьер Дзанетти. Заработал угловой. Тут два аргентинца разыграли между собой мяч. Он достался черно-синим. Хороший проход капитана Интера. Ушел здесь здорово от фола Каладзе. А то был бы пенальти. Вот угловой. Консесао подает. Обошлось все на этот раз для Интера. Кристиан Дзанетти. Дибьяджо. Дзедор ждет мяч слева. Не дождался. Шевченко. Свободный фланг. Ибраим Бам. Шевченко. Там удар по ногам. Но атака продолжается. Два в четыре. Здорово! Ну! Чуть скорости не хватило Хосе Мария. Как он проходил, а? Как здорово сейчас сыграл испанец. Ну, мало. Мало для человека, который в составе такого клуба, как Милан, играть один раз за матч. Но это несерьезно. Или уж так играть надо, как в Ере. Забивать этот свой момент. Всего лишь угловой. Пенальти там и не пахло. Угловой будет подавать Милан. Да-да, Милан. Ибраим Ба просит мяч. Но Контра думает, что лучше будет прямо туда навесить. Штрафную. Времени все меньше и меньше. 0-1. Милан пока проигрывает. Не ставим еще точку. До финального свистка не будем ставить. Пас на фланг. Еще один навес. Нет в ней игры. Или было? Сложно судить с этой камеры, был там офсайд или нет. Так ревут трибуны, что свистков не слышно. Ничего не понятно. И режиссер работает крупным планом по игрокам и тренерам, а не по суде. Но судя по тому, что Тольд вот отсюда вводит мяч в игру, значит был офсайд. Не торопится вратарь Интера. Контра сыграл на опережение. Зедорфу мяч не достался. Грешко пешочком отправляется вводить мяч в игру. Время работает на Интер. Там свежий колонн есть впереди, который может поцепляться за мяч. Консесао. Шевченко. Ну видите, ему приходится вот еще к своим воротам отходить, брать мяч и тащить самому вперед. Откуда же еще силы возьмутся голы забивать? Подбегай 10 раз по 50 метров туда-сюда. Снова Консесао на колонну. Его опережает Рокки Жюниор. Шамот. Хавьер Дзанетти. Назад. Рекоба. Кордуба, прошу прощения, ждет мяч. Лавурсон. Такое ощущение, что ошибки ждут и те и другие. Зедорф. Дибьяджо. Грешко. Зедорф. Нет. Не совсем правильное решение принял Грешко. Там Зедорф был в хорошей позиции, его никто не держал. Упустил мяч за пределы поля. Защитник Интера. И уже и Милан завладел. Не поздновато ли? Не поздновато ли нападающего меняет, а? Анчелотти. Катузо. Надо выбраться из угла. Не с кем было обыграться. Сил очень много потрачено. На то, чтобы открываться, уже не хватает Селеноку. Красно-черных. И замена. Хосе Мари отправляется. Вместо него Хави Морено. Хави Морено тут забил пару штук. Венеции. Не поздновато ли? Зедорф. Бай играет назад. Лаурсон. Дальше Шамот. И бить вперед. Каладзе. Фол. И пас вперед. Хави Морено. Шевченко. Ну куда здесь одному против всех? Не добегают полузащитники до нападающих. Милан. Разрыв между линией атаки и полузащиты очень большой. Оффсайд. Сколько до конца? Минут пять. Наверное, уже когда истечет основное время второго тайма, покажут нам электронное табло. Пока Интер выигрывает 1-0 благодаря голу в 18-м в сезоне Кристиана Вьере. На два опережает его Дарью Убнер. А вот Вьере несется вперед. Не, ну не подпустит к мячу Лаурсен. Это просто смешно. Со стороны Лаурсена пытаться отобрать мяч у Вьере, когда тот поставил свои могучие плечи. Угловой. Хотя полметра была фора у Лаурсена. Отыграл ее без труда в Вьере. Навес. Ба. Дибьяджо прыгает. И Дзанетти. Удар. Это могло быть все. Но обошлось для Милана. Мяч попал в штангу. Объятие сумел накрыть этот удар. Потом уже на отскоке. И уже сам Объятие начинает атаку. Просто ударом туда-вперед. Опять Шевченко. Гатузо. Вниз опустить нужно мяч Миланцем Лаурсен. Очень рискованно. Так я и не понял, что имел в виду Анчелоти с этой заменой Костокурта на Лаурсена. И опять на фланг Шамот. Вот теперь в край. И Каладзе будет ждать возможности искать, возможности навесить. Но у него левая нога. Так ее держат так, чтобы навесить было невозможно. Контра. Справа пробует теперь Милан Ба. Нет. Отбил Интер эту атаку. Вновь Лаурсен. Как-то нервничает датчанин. Очень много помарок. Выпускает он в работе с мячом. Еще раз смотрим удар. Кристиан от Занэти. Шамот. Подправил тут в штангу мяч. Шевченко. В роли полузащитника приходится Шевченко. Выступать самому. Себя обслуживать. Вновь Шева с мячом. А, кстати, капитанскую повязку он надел. Я в пылу игры не обратил внимания, кому досталась капитанская повязка. Вот. Шевченко, между прочим. Отметим этот факт. И в одиночку борется с Интером Андрей Паснайба в сайт. Безукоризненная сегодня оборона Интера. Однажды лишь получилось разыграть нормальный мяч Милану, когда Хосе Мари выходил через центральную зону. Но чуточку на концовку силу Хосе Мари. А может и мастерства, что более, наверное, вероятно, не хватило. Дибиаджо. Кристиан Занетти. Пас на Бьере. Лаурсен четко действует. Зедорф. Такое ощущение, что сил побольше на концовку игры осталось у Интера. Кристиан Занетти. Хорошая стенка с ГРШКО. Есть возможность подрезать чуть-чуть угол. А сил не хватило на это. Контра прекрасно играет в подкате. Но угловой. А это время. Откровенно пешком. Зедорф. Все. Лишь три минуты осталось в распоряжении Милана для того, чтобы спасти этот матч. Хорошая получилась дерби Миланская на сей раз. Но с положительными эмоциями пока для поклонников черно-синих, а не красно-синих. Зедорф обыгрался с колоном. И, наверное, подача. Дибиаджо. Хороший пас. Колон. Не сумел обработать эту передачу. И, возможно, последняя атака Милана в сегодняшней игре. Объятие выбил мяч вперед. Все. Повис секундомер, который будет отсчитывать. А нету вне игры. Или там от кого мяч отшел? От футболиста Интера. Значит, офсайт. Но свистка нет. Мяч в игре. Минута две десять. Остается до конца игры. Нужно еще мяч доставить штрафной. Обработать его. Подготовить для удара поворотом. Хавио Морено опережает его в Матерации. В центре уже Инд Милан не играет. В Ере. Консеса. У него сил побольше. Пойдет, наверное, в обводку на Шамота. Любимый трюк Консеса, вот у кого силы просто безграничны, это Гатузо. Если бы он также полезно еще в атаке действовал, цены бы игроку не было. Объятие. Сколько? Минуты полторы. Да, полторы минуты. Каладзе. Медленно. И нарушил правила Каха. Просит Консесау не торопиться. Спешить некуда. Минута 15. Минута 10. Отделяет Интер от первой строчки в турнирной таблице по окончании 25-го тура. Это Никола Вентула. Да, повреждение у него небольшое. Колено повредил, поэтому сменил его Эктор Купер. 50 секунд. Мяч у Интера. Дзанетти. Небольшую возню затеял Интер на правом фланге. Ну и, наверное, это уже все. Консесау. Хороший матч, но исполнительское мастерство Кристиана в герии. И в средней линии, конечно, посильнее был Интер. Я думаю, с точки зрения организации игры, определенно Интер превосходит сегодня Милан. Превосходит в этом чемпионате. И не случайно именно Интер, а не Милан. Он претендент на Скудетто. И продолжает борьбу с Ромой и Ювентусом после этого тура. С первого места, о чем возвестит сейчас, через 10 секунд, Пьер Луиджи Коллина. Интер набирает 52 очка. Ювентус 2-й 51. Рома 3-я 50 очков. Ну, а Милан остается 6-м. 38 очков. На пятки наступает Лацио 36. Впереди Кьево 39 с игрой в запасе. Болония 4-е место. 41 очков. И все. 78-я минута. Кристиан Вьери. Победа Интера в миланском дерби. Купер выиграл свое первое миланское дерби в карьере, отыграв тем самым поражение в первом круге. 4-2, когда Милан выиграл. В безумии ликуют болельщики Интера. Они заслужили сегодня того, чтобы радоваться. В чем не откажешь Милану? Это в самоотдаче, в желании бороться, в желании сражаться, добиваться результата. Но командная игра хромает у команды Карло Анчелотти. С этим, я думаю, вряд ли кто-то может поспорить. Ну что ж, я думаю, мы с вами посмотрели отличный матч. Ну что ж, это спорт, это футбол. Кому-то выигрывать, кому-то проигрывать. Чуть-чуть посильнее оказался Интер, чуть-чуть более классно сыграла эта команда. И она в результате заслуженно выиграла. 1-0, Интер лидер. А я, Георгий Черданцев, на этом свой репортаж заканчиваю. До свидания и до встречи на футбольном канале НТВ+. Субтитры создавал DimaTorzok